И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода. Я решил записать новое видео, новости из Японии. Хотелось бы извиниться за то, что долго не было новых видео. Но было очень много работы, и поэтому физически не получалось снять новые видео и смонтировать их. Давайте начнем. Что же вообще в Японии происходит в последнее время и какие новости есть? На данный момент я могу сказать, что на улице сняли масочный режим. Теперь не обязательно ходить на улице в маске. Можно ходить и без маски, но главное, чтобы расстояние между людьми было 2 метра и более. Если же это густонаселенные районы, например, в Шинджику, это Шибуя, Шинагава, то, естественно, там обязательно ношение масок даже на улице. В помещениях пока ничего не снимали, также нужно маски носить. Что касается новых заболевших, их потихоньку уменьшается каждым днем количество новых. Но все также остается много, очень много, там порядка 20 тысяч в день где-то новых заболевших. Они уже провели третью волну вот этих вакцинаций бесплатных. И те, кто хотел, сделали. В том числе и я тоже сделал себе вакцинацию третью. Ну, здесь небольшой выбор был, либо Pfizer, либо Moderna, поэтому я выбрал Pfizer. Если те, кто люди, кто хотели там сначала Moderna, потом Pfizer, они могли поменять вот третий укол. Что касается событий, сами знаете каких, которые с февраля и до с конца. И на данный момент, что же в Японии поменялось? Насчет цен. Ну, цены на продукты немного подросли. В частности, это помидоры, лук, там какие-то овощи, мясо, рыба. Процентов на 15, может быть, на 20. То мясо, которое закупалось, например, из-за границы, это типа курица там бразильская или еще что-то. На него примерно на 25-30 процентов цена подросла. Теперь, что касается цен на бензин. Многие писали, что вот, мол, якобы там на энергоносители цены подросли. Ну, пока еще это не так ощутимо. К примеру, цены на газ остались прежними, как и были до этих событий. А цены на бензин, ну, как обычно, они подрастают раз в год. Это стандартно, без каких-либо излишних повышений. Ну, что я вам имею в виду? Например, вот многие говорят, что якобы там теперь цены на бензин вообще катастрофически высокие в Японии. Ну, и вообще везде. Ну, я бы не сказал. Я езжу каждый день, практически каждый день на скутере или там на машине арендованной. И могу сказать, что цены примерно на том же уровне, как и каждый год поднимаются. Это примерно 20-30 йен в год. К примеру, 2020 год цены на бензин были около 115, ну, где-то 115-113 йен. Через год цены на бензин в 2021 году стали 130 йен за литр. Ну, это я имею в виду вот регуляр, обычный бензин. 130 йен. А сейчас цена на бензин примерно 150 йен, 155, в некоторых местах 160. Тут зависит от того, где вы заправляетесь. Все так же, где-то по 20-30 йен каждый год стабильно цены растут на бензин. Но это не значит, что вот из-за каких-то событий они стали больше. Нет, это просто они выросли. Пока что есть запасы. Да, возможно, еще запасы не кончились, из-за этого цены не особо выросли. Но как только начнут запасы кончаться и начнут покупать по новым ценам, по закупочным, то, возможно, цены на бензин вырастут еще больше. Тут как бы я пока не могу ничего сказать. Заросли здесь, конечно, капитальные. Вот вообще никто не стрижет. Кто-то мне говорил про, что в Японии все чистенько, там аккуратненько, просто вообще без проблем. Но мы видим, да, здесь не то, что мусор не убирает, здесь даже травку состричь никто не хочет. Ну или бы не может. И это не за первый месяц и за два. Это с начала теплого сезона, то бишь с конца февраля, начало марта месяца. Никто здесь ничего не делал. Надо такое лирическое отступление небольшое. Вот, кстати, интересная вещь. Вещь в России, я таких не встречал. Это магазин без торговца называется. То бишь это магазин, где нет продавца, здесь просто стоит ящичек для денег и стоят товары. Выкладываются, точнее, здесь. Они периодически собирают их на своих фермах и сюда привозят, выставляют. Естественно, когда человек покупает, там цена написана на товар, сколько чего. И они берут их, сюда кладут деньги, сюда собирают, отсюда забирают товар. Тут установлена как бы камера. Вверху это типа фотоловушки, чтобы фиксировать каждого человека, кто подходит и сколько он там берет. Конечно, все рассчитано на честность. Что можно сказать еще нового? Что в Японии еще поменялось? Вот за границей, чтобы выехать, теперь проблематично. Из-за того, что рейсов прямых нету, теперь приходится ездить окольными путями через Абу-Даби, Катар, либо Узбекистан, либо Корея, еще какие-то другие страны, Китай, Шанхай. Очень неудобно. Если вы планируете приехать в Японию, заранее планируйте маршрут, потому что рейсов тоже немного и бывает не хватает мест. Также, да, и ожидания нужно смотреть. Поэтому это не так просто сейчас приехать в Японию или же из Японии приехать в Россию. Я вот собирался в этом году съездить, но тут из-за этих событий цена на перелет увеличилась. И добираться теперь два дня вместо 10-12 часов, это очень неудобно. В этом году я не поеду. Может быть, в следующем посмотрим. Да, что касается меня, но я также работаю все в той же компании. Мы производим сервисы для дронов, компьютерные программы для автоматического полета. Ну и также занимаемся разработкой новых систем автоматического полета, зарядки дронов. В общем, всякие технологии интересные, о которых я в скором времени вам расскажу. На данный момент вот у нас Дронхаб сейчас есть и еще парочка таких автоматических систем. Но в скором времени будет и вот из Japan Drone, если вы смотрели, там и DJI тоже планируют что-то подобное выпустить. И вот есть Skydio еще дроны. Интересная система. В целом, вообще в Японии все без изменений. Тут обычно вообще мало что меняется. Что касается инфраструктуры, так и вообще тут все как было 50 лет назад, все так и осталось. Здесь ничего не меняется. Вот знаете, если даже вот кто-то там думает, что вот там передовая страна, мол, якобы технологии такие разрабатываются. Да, технологии разрабатываются, очень много новых технологий, очень много интересных каких-то роботов и все такое. Но вот жизнь и вообще вот этот весь такой уклад жизни, все как было 50 лет назад, так и осталось. Инфраструктура, ну что я имею в виду? Вот дороги, например, да? Ну здесь еще нормальные, но есть, дороги встречаются, что там вообще не пройдешь, не проедешь. Такие ямы. Или дороги-то узкие. Ну то бишь там на велосипеде только проезжаешь, но они зарегистрированы как для автомобилей. Ну для каких? Типа кейкаров. Маленькие такие машинки с желтыми номерами. Они могут там проехать, потому что они маленькие, как компактные. А на обычной машине, вот типа какой-нибудь, там кроссовер, или там обычный седан, или вот тот же вот минивэн. Не проедешь, потому что сложно. Узко очень. Поэтому, кстати, да, это совет для тех, кто хочет приехать в Японию и вождение пересдать. Потренируйтесь у себя в городе вообще, где у вас там есть место перед приездом, по узким улицам, по узким проездам ездить. Это вам очень пригодится, потому что в Японии это тоже на экзамене есть. И на это смотрят, как вы водите, как вы чувствуете машину. Самое главное, это чувствовать габарит автомобиля, и там уже все ок будет. Вот тут у нас уточки обычно плавают в этой реке. Но сейчас что-то их не видно, видимо, улетели куда-то. И здесь также, кстати, есть карпы. Большие. Большие карпы. Это вода пресная, это не соленая вода. И очень много рыбы здесь. Поэтому иногда можно встретить здесь рыбаки стоят, вот места там даже затоптанные немного. Рыбачат. Прям в городе. Вот тут от дома отошел буквально полкилометра, не знаю, сколько там. И можешь уже рыбачить спокойно. Никто тебе ни слова не скажет. Здесь никаких знаков не стоит, что это запрещено рыбалка или еще что-то. Поэтому спокойно можешь рыбачить. Там, где нельзя рыбачить, там висят знаки. Также, что касается техники моей, вот скутер, там и синий байк оффроуд и черный. Я на них сейчас делаю минтранс. Там надо немного поменять запчастей старых. Ну, что я имею в виду, типа там прокладки, какие-то резиновые там уплотнители, сальники и все такое. Потому что им уже примерно по 10-12 лет каждому, ну, кроме скутера. И, естественно, все износилось и нужно заменить. Ну, это со временем, как бы это не сразу делается. но благо в Японии даже на такие старые модели, вот как мой бульвар там 2006 года и это ДРЗ-шка 2008 год, до сих пор есть на складах запчасти, и можно спокойно установить их, ну, купить, заказать и установить. Да, насчет темы по доставку запчастей или какие-либо там вещи сейчас доставлять в Россию, ну, практически невозможно на данный момент, если только не какими-то там кораблями или там отправка контейнерами. На данный момент почтовые сервисы, ну, такие как АМС, там, DHL, FIDEX или обычная там, AirPost не работают, ну, по отправке в Россию. Поэтому, если и из России в том числе, если вы планируете там, ну, к примеру, что-то там отослать из Японии либо же в Японию выслать, то нужно повременить с этим, потому что неизвестно, когда это еще будет. Скорее всего, в следующем году это в лучшем случае. Но это еще не факт, потому что могут и не включить эти, ну, доставку. А доставка там в соседние страны, Беларусь, Казахстан, тоже проблематично. Ну, к примеру, вот я узнавал насчет ИМСа там в Казахстан, по-моему, он не доставляет. Насчет Беларуси тоже спрашивал, тоже не доставляет. Фидекс там, ДХЛ, возможно, доставляет, но там цены конские. Вы офигеете. Там примерно, сейчас скажу, ну, я узнал килограмм, килограмм, что-то около 150 долларов. 150 долларов за 1 килограмм. В Фидексе была цена. Это официальная цена, это не какой-то там перекуп, там еще кто-то. Это я прям им в компанию звонил, узнавал цену. И я так подумал, ну, нахрена оно надо? За 150 баксов проще купить какой-нибудь билет на самолет, я не знаю, там кому-то, там, да, и переслать. Ну, это ладно, 1 килограмм, а если вам там надо 2-3 килограмма, это будет 500 долларов практически за доставку. Ну, это очень много. Ну, вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео из Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все изменения о канале, а также информацию о выходе новых видео. Ну, все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся.